31 мая в Саратове состоялась церемония награждения 32-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участниками фестиваля стали 3600 студентов из 80 регионов России. В рамках фестиваля прошел грантовый конкурс среди физических лиц «Росмолодежь Гранты», где от республики приняли участие 10 человек. По итогам конкурса одним из обладателей гранта стал Дмитрий Тамкевич, магистрант Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Его проект «Медиа-лаборатория «Поток»» является образовательной программой, направленной на обучение студентов, занимающихся информационной деятельностью в образовательных организациях Казани. Проект подразумевает подготовку кадрового состава для студенческих медиа, заинтересованных просвещать сверстников, интересно и доступно рассказывать о событиях в университете и за его пределами через современные медиа. Идея появилась тогда, когда мы поняли, что студенческие медиа-центры начали просить о том, чтобы им дать новые навыки, новые знания. И этот был запрос формирован еще очень давно, но вот до идеи реализации самого проекта, именно как он сделан и прописан сейчас, дошли только вот в этом году. В ходе данного проекта у участников будет возможность выбрать наиболее привлекающие их направления. Всего представлено пять профилей подготовки. Поток информации, поток производства, поток визуализации, поток коммуникации и поток контент. Выбирая одну из специальностей, участник осваивает азы деятельности, изучает всю специфику работы. Например, в направлении поток информации можно будет освоить написание разных видов текстов, а поток визуализации включает в себя обучение в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Здесь все построены на исключительно базовых настройках, которые необходимы учебным заведениям. Что касается экспертов, экспертов мы подбираем разным образом, но в последнее время мы поняли, что лучше получать знания не только от самих студентов, от студентов-студентов, но и все-таки от людей, которые вышли уже со студенчества не так давно и реализовали себя в более профессиональной деятельности. По словам Дмитрия Тамкевича, целевая аудитория проекта «Студенты Казани», занимающаяся информационной деятельностью, руководители и члены студенческих медиасообществ от 16 до 24 лет, проживающие в Казани. По итогам прохождения образовательного проекта всем участникам будут выданы сертификаты о прохождении обучения. Так как проект проводится под эгидой Комитета по делам детей и молодежи, исполнительного комитета города Казани, поэтому заведующая компания откроется ближе к осени, она будет совершенно бесплатной, будет освещена в информационных ресурсах непосредственно комитета, а также распространена по учебным заведениям, академическим группам. По словам Дмитрия Тамкевича, чтобы твой проект получил шанс на реализацию и выиграл грант, необходимо создавать уникальный продукт, который будет приносить тебе не только радость, но и пользу обществу. Аделина Амдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова